Маргарет Митчелл Книгу «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл писала почти шесть лет. И когда она была опубликована, это стало настоящим событием в американской литературе. Роман получил Пуллицеровскую премию, был переведен на множество языков и по сей день остается любимым у миллионов людей. Именно о нем нам расскажет педагог молодежного центра Анна Щербинина. Роман начинается с того, что юная избалованная капризная особа Скарли Тахара собирается на праздник к своему возлюбленному Эшли Уилксу. Едет к нему с той целью, чтобы признаться ему в своих чувствах, в мыслях у нее о том, что он все-таки расторгнет помолвку со своей кузиной. Она приезжает на этот праздник, находит время с нему единицы, признается ему в чувствах и здесь она получает отворот. И всю эту сцену, свидетельством этой сцены становится Ред Батлер, второй главный герой этого романа. Ну и после этого жизнь Скарлетт меняется, земля уходит из-под ног, она взрослеет и начинает по-другому жить, по-другому действовать, начинает бороться за свои чувства, за свою любовь. Но нельзя сказать, что это роман только о любви. На самом деле здесь очень много тем. Это тема, во-первых, тема войны, тема родины, семьи, тема справедливости, общества, политики, жестокости. То есть это настолько очень глубокий, драматический роман, понять который можно только тогда, когда его полностью прочитаешь сам. Герои получились такие очень яркие, настоящие. То есть автор дает выбор читателю, как же относиться к этим героям. То есть она их не рисует только с положительной стороны. Она показывает их все и достоинства, и недостатки, их пороки, грехи. На одних страницах книги я восхищалась главной героиней Скарлетт, ее мужеству, о том, как она умеет себя преподнести в обществе. Она все-таки такая была интересная, кокетка, хитрая. На других страницах книги я удивлялась, осуждала ее за ее жестокость, за ее хладнокровность, за цинизм, расчетливость. То есть она мне казалась такой прям стервой. Я думала, ну как же можно быть такой? Но все же, если сделать вывод, то можно понять, что это девушка, которая боролась за свое счастье, за свою любовь, методом проб и ошибок в этой жизни. Война сыграла ключевую роль в этой книге, так как она поменяла судьбы всех героев. В том числе и Скарлетта Харри после войны пришлось приспосабливаться к новым условиям. Даже сама Скарлетт этого не подозревала, к чему все это приведет, что именно война так на нее повлияет. Раскроет ее характер до конца, ее внутренние жизненные силы, энергии, стойкость. Все это в ней откроется ее мужество. Скарлетт в 18 лет пришлось бороться за свою землю, восстанавливать хозяйство, охранять его. То есть тут очень так показано это ярко, так как у нее были ирландские корни, да, все ирландцы так очень борются за родную землю. И для того, в чьих жилах есть хоть капля ирландской крови, земля – это то же, что мать. Это единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть. Да, за Тару стоило бороться, и она просто без колебаний включилась в эту борьбу. Она не позволит никому отнять у нее Тару. Никому не удастся заставить ее и ее близких скитаться по свету и жить из милости у родственников. Она не выпустит имение из своих рук, даже если для этого придется изнурить работы и себя, и всех здесь живущих. Рекомендую мировой шедевр литературы «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.